Не устаю удивляться тому, как много можно придумать разнообразных блюд из одних и тех же продуктов. В основном, конечно, это базовые ингредиенты, которые почти всегда можно найти у себя на кухне. Подогрейте молоко, растворите в нем дрожжи. Добавьте соль, столовую ложку сахара и яйцо. Хорошо перемешайте смесь и просейте в нее 3 стакана муки. Замешайте тесто, влив растительное масло. Накройте его полотенцем и оставьте на час в теплом месте. Для начинки отварите 4-5 яиц. Остудите их, очистите и нарежьте маленькими кубиками. Изюм промойте, залейте кипятком на минуту. Затем слейте воду. Рис промойте в холодной воде несколько раз. Вскипятите стаканов воды. Добавьте в нее рис и варите до готовности. Потом откиньте его в дуршлаг, промойте. Корд разотрите и просейте через сито. В него всыпьте оставшийся сахар и грамм сливочного масла. Хорошо разомните массу и уберите в сторону. Теперь займитесь подошедшим тестом. Разделите его на две неравные части. Большую раскатайте в пласт. Смажьте чугунную сковороду сливочным маслом. Уложите в нее раскатанное тесто, чтобы края свисали. Начните укладывать слои. Уложите 1 треть риса, затем корд, яйца, вторую часть риса, изюм, оставшийся рис. Растопите немного сливочного масла. Вылейте его поверх слоев. Оставшееся тесто раскатайте в пласт, укройте им слои. Защипните концы теста с бортиками. И сверху смажьте сливочным маслом. Смешайте грамм сливочного масла со стаканом муки и граммами сахара. Разотрите все в крошку. Посыпьте этой крошкой пирог. Запекайте пирог при градусах в течение минут. Приятной дегустации!